Открытости гостеприимства России с 1 по 7 марта оценили 20 тысяч человек из 188 стран мира. В районе Сириус города Сочи проходили конкурсы, лекции, встречи «Рязань – сердце России». Под таким слоганом в Сочи отправилась рязанская делегация из 90 человек. Это студенты, работающие молодежь, участники детских и молодежных общественных объединений, активисты. События позади, но впечатления, эмоции, новые друзья с разных континентов, а также свежие идеи остались. Всем этим ребята и делились с губернатором в конференц-зале историко-архитектурного музея-заповедника. Многое можно сделать, многое можно изменить, если приложить руки и желания. Я попрошу Виталия Косачева, соответственно, все вот это сейчас собрать, аккумулировать. Все, что прозвучало, не прозвучало, вот это надо структурировать и с вами вместе посмотреть, какие нужны действия, какая нужна поддержка и от кого. Свыше трех тысяч заявок от нашего региона подавали желающие принять участие в крупнейшем международном молодежном фестивале. Отобрались всего 90 и доказали, что прошли все отборочные этапы не случайно. По итогам фестиваля Сереброзовый волхор радиотехнического университета в конкурсе «Битва хоров». Доцент того же РГРТУ Валерия Тишкина стала амбассадором фестиваля, а также победила в конкурсе «Росатома» и вошла в состав научной экспедиции в Арктику. А студент Рязанского Меда победил в специальной номинации «Выбор ВМФ» премии «Россия. Страна возможностей». Я опишу эту премию двумя предложениями. 33 тысячи поданных заявок, 100 финалистов, один лучший. Были бы не было без поддержки КДМ, делегации региона, без их довольно большой поддержки в соцсетях, на сцене, когда я выступал на награждении. И ничего бы этого не случилось. На премии я познакомился с огромным количеством удивительных и уникальных людей. Например, Иван Ерхов, слепой продюсер и режиссер, который ослеп 7 лет назад, взошел на Эльбрус, собрал инклюзионную команду и снял об этом фильм. Такие истории действительно мотивируют меня. Вместе с делегацией участников в Сочи ездили рязанские волонтеры. 29 человек, из них трое серебряных. Сначала прошедшие несколько этапов отбора они помогали в логистике, взаимодействии со СМИ, организации питания, проведении мероприятий. Значимость волонтерского движения подчеркнул и Павел Молков, отметив, что без этих самоотверженных ребят сложно представить общественную жизнь. В завершение встречи участники задавали губернатору вопросы. Разговор получился открытым и многообещающим.